МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как принять решение о втором, если сложно решиться на первого? Теперь пойти на важный в жизни шаг можно будет увереннее. С нового года за первенца семья 18 месяцев будет получать размер прожиточного минимума ребенка. Сейчас это 10,5 тысяч рублей в месяц. Но получат выплату не все. Например, у семьи из трех человек общий доход не должен превышать 47 тысяч. Но не станет ли выплата поводом заработать таким образом на ребенке? Мы как бы социально-экономический уровень повышаем. То есть снижаем уровень у будущих родителей, или уже как бы родителей, да, снижаем уровень страха, тревожности. Как бы снижаем то, что у них исчезает боязнь в обеспечении этого ребенка. Но другой аспект мы должны рассматривать, психологически развит ли, допустим, родитель готов ли к рождению своего ребенка, готов ли он брать на себя эту ответственность. Мама сможет выйти на работу раньше, если отдаст ребенка в ясли. Видимо, по этой логике в стране решили создать 320 тысяч ясельных мест. Всего за два года. Сегодня в детских садах ОНУД работают 33 ясельные группы, примерно по одной на садик. Но все они для детей двух-трех лет. И нет ни одного, где принимали бы малышей с трех месяцев. Умещаются в эти группы около двух тысяч детей. Конечно, это ничтожно мало по сравнению с тем числом, которое нуждается в ясельках. Более 15 тысяч детей, которые стоят в очереди на получение места в детский сад, это дети от двух месяцев до трех лет. Если будут построены сады, если будут созданы места, то Комитет по образованию очень быстро распределит эти места нашим мамочкам, и так, чтобы все ребятишки посещали детские сады. На второго ребенка семьи с небольшим достатком смогут также получать ежемесячные выплаты, но уже из средств материнского капитала. Возможность его использования снова расширили. Кроме таких выплат, его можно будет использовать на оплату детского сада. А саму программу опять продлят до конца 2021 года. Улучшение жилищных условий приобретения жиля – это основное направление, которому владельцы используют материнский семейный капитал. 37 тысяч семей частично или полностью погасили свои кредиты. На приобретение жилья и улучшение жилищных условий порядка 30 тысяч улучшили свои жилищные условия, жилищные условия своих детей без привлечения кредитных заемов. Если семья стала больше, придется расширять жилплощадь. Дополнительно для семей с двумя и более детьми запускают новую систему кредитования. Все, что выше 6% годовых, будет компенсировать государство. Если сейчас за двушку в новостройке семья отдавала бы в среднем 22 тысячи рублей в месяц, с новой программой сумма станет почти в два раза меньше. Льгота будет действовать 3-5 лет, а сама программа рассчитана до 2022 года. Евгения Геранина, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Жители Бурятии – одни из самых пьющих в России. Таков результат ежегодного рейтинга трезвости регионов. Бурятия вошла в тройку антилидеров рейтинга. Больше пьют только в Ненецком округе и Магаданской области. Ситуация у нас ухудшилась на 4 позиции. Либо пить стали больше, либо другие регионы трезвеют. Но не наши соседи. Забайкальский край и Иркутская область в десятке самых пьющих. Насколько объективен рейтинг? Что учитывают при его составлении? Как выяснилось, судят не только по объему продаж алкогольных напитков, а еще и по числу умерших от отравления, больных алкоголизмом, пьяных преступлений, незаконного оборота и количество часов запрета на продажу. К примеру, у наших восточных соседей это требование жестче на 3 часа. Ну а что в целом Россия? Наша страна одна из самых пьющих в мире. Четвертое место по данным Всемирной организации здравоохранения. Надо что-то делать, подумали в российском Минздраве и решили еще ужесточить ограничения на продажу алкоголя. Ведомство предлагает запретить продавать спиртную нетрезвым покупателям. Причем не только в магазинах, но и в ресторанах и даже в барах. Определять степень опьянения будут кассиры, официанты или бармены самостоятельно, что называется, на глазок. Сейчас законопроект проходит экспертизу. Запрет на добавку планируют ввести уже в сентябре будущего года. Насколько эта мера будет применима на практике? С таким вопросом мы обратились к горожанам. Это все зависит от продавца. Захочет, продаст, не захочет, не продаст. Не, у них в первую очередь будет выгода. Им разницы нет. Когда идет сюда, они сразу продадут, им главное в денежки. Я считаю, что это неэффективно, это ничему не поможет. Так же, как и предложили продавать с 9 утра и после 9, все люди так же пьют, как пили. Если человек захочет выпить, он все равно выпьет. И пьяному человеку действительно не за чем продавать алкоголь. Ну, опять же, в зависимости от того, насколько он пьяный. Если он как бы находится в адекватном состоянии, то я считаю, что ему можно продать алкоголь. Вообще, мне кажется, нужно было вообще запретить это, чтобы не пили. Человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он же немножко не контролирует свои желания. И будучи трезвым, возможно, он бы дополнительную дозу алкоголя не стал покупать. Не надо запрещать. Почему? Если люди хотят расслабиться. Мне кажется, у нас в стране, да, все законы против человека. Все запреты, они вообще, это только еще больше нарушений провоцируют. Мы все помним 85-й год и прочее. К чему это привело? В итоге пить начали те, кто не пил вообще. Восточный экспресс движется дальше. Смотрите далее в программе. Долги за свет, за переплату. Как такое возможно? Детали коммунами истории погрузился дежурный по городу. Шесть лет в борьбе с болезнью. Какая помощь нужна маленькому Данилу? Смотрите в рубрике «Беда чужой не бывает». Об этом через минуту. А сейчас о том, что одна лаундынская семья осталась без крыши. В частном секторе выгорела кровля двухэтажного дома. Пожар произошел ночью. Его тушили семь единиц техники. Из-за угрозы перехода огня на соседние строения ему присвоили ранг повышенной опасности. Причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Материальный ущерб в настоящее время устанавливается. В доме проживало шесть человек. Все они эвакуировались самостоятельно. Полностью потушить пожар удалось уже под утро. 160 квадратов кровли, полностью уничтоженные огнем. Инициатива бывает наказуема. В этом убедилась одна из жительниц Улан-Удэ. Она решила заранее оплатить услуги энергетиков, но те ее старания не оценили. В ситуации разбирался дежурный по городу. К чему показания счетчика, если расчеты даже не выгодны? Не нужны самому поставщику электроэнергии. Пенсионерки Татьяне Николаевны начислили задолженность за переплату. Как же так вышло? Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот представьте себе, пришла вот такая бумага. Задолженность написали на все четыре вот эти месяца, что я должна. У меня есть все квитанции. Каждый месяц оплата. Почему они считают, что я должна 4 500? Непонятно. Обратилась, читая «Энерго», чтобы они пересмотрели. Они начали смотреть, сами запутались. Выходит, что я переплатила. В сентябре месяце. Вот я все пересчитала. А они выставляют это как не переплата, а как недоплата. Так откуда же взялась задолженность, мы сейчас просим у энергетиков. К нам обратилась жительница, у нее возник вопрос по задолженности. С абонентами часы приема в четверг, с часа до пяти, там расписание написано. То есть в четверг нам надо подойти? Да, с часа до пяти. Посмотрите, пожалуйста, расписание, там все есть. А к нам никто не выйдет из сотрудников? Будут только с часа до пяти прием граждан. То есть в остальное время недоступно, да, начальнице? Да. Начальница хоть и сидела за запертой дверью, но к нам так и не вышла. Что ж, придется добиваться ответа через официальный запрос. Ну а если и у вас возникли подобные проблемы, звоните нам по телефону и пишите на наш сайт. Бейтма Раднава, Борис Бальчинов, телекомпания «Ригус». Страж безопасности на дороге. В Лануде появился необычный регулировщик движения. Это мужчина, штатский. Он пытается руководить транспортным потоком на элеваторе и даже наказывает нарушителей. Одни считают его героем, другие самого нарушителем спокойствия. Добровольцем познакомилась моя коллега Ирина Эрмиль. Элеватор, час пик. Автомобили против трамваев. Первые удобных позиций не сдают. Но на выручку вагоновожатым пришел он, народный регулировщик. Первыми отреагировали соцсети. Пока власть бездействует, а пробки на элеваторе растут, есть человек, который помогает машинам двигаться в потоке и поднимает настроение. Улыбнула. Говорят, непослушных даже камни кидает. Кричит матом. Долго искать сам себе полицейского не пришлось. Он оказался на традиционном посту ровно в час пик. Мы решили пообщаться с народным регулировщиком, но на всякий случай взяли с собой каску. А то мало ли. Скажите, пожалуйста, а вы тут движение регулируете, да? Не я регулирую. Вот. А можно мы с вами интервью запишем? Нет, да. Каска оказалась лишней. А Владимир Краснославович, так он сам себя отрекомендовал, весьма общительным. Поделился ему 66 лет и сотрудником ГИБДД никогда не работал. Я вообще люблю трамвай. Как говорят, первый легочь не ржавеет. Это в 58-м году было. Тогда соблюдали правила движения. Можно было по сестру по ним проверять. А сейчас вот из-за вот этого множества легковых машин сейчас идёт нарушение. Они должны стоять вон там, у светофора. Он специально поставлен на развилки, чтобы вот это была пустая площадка. Ангел-хранитель улан-удэнских трамваев называет самые сложные точки для проезда. Элеватор, улица Революции 1905 года и перекрёсток на Геологической. Дежурит там попеременно. Есть у дирижёра транспортного потока и категория самых дерзких водителей. Баргарутики. Вот самые главные нарушители. Я бы лежал прав. Вы по машинам даже ударяете? Бывало дело. В ГИБДД на такие случаи водители жаловались дважды. Но дальше телефонного звонка дело всё-таки не пошло. Если таковые случаи происходили, обращаться в отделение полиции для разбирательства. Все методы для профилактики аварии на дорогах, а также пропаганды правил дорожных движений, госавтоинспекция приветствует. Такие ответственные люди помогают нам. Видите, сейчас трамвай должен идти, а я не успел задержать вот этих. Четыре свитера, трое штанов и плотный график. На свой пост улан-удэнец выходит в 6.30 утра, в половине 12 дня и обязательно вечером с 4 до 7. Вообще здесь должны дежурить ДПСники. После такой нервной и морозной вахты Владимир уходит домой, пьёт горячий чай, читает книги и слушает любимые песни. Когда весна придёт, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погоду заража. Ирина Эрмель, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Другим темам. Ему всего 6, но вся его жизнь борьба. Герой нашего следующего сюжета сначала бился с болезнью, теперь преодолевает её последствия. Призыв о помощи в рубрике «Беда чужой не бывает». Мы родились здоровыми, у нас началось всё после месяца. После месяца мы заболели пневмонией, и пневмонией у нас пошло нарушение нервной системы. С тех пор ребёнок потерял понимание, не понимает, неразговорную часть, хотя мы в месяц и улыбались, и огукали, потом резко всё прекратили. Долго всё равно, ножки устают, худенькие, совсем мышц вообще нет. Кушаем хорошо, ничего не поправляемся. И вот приехали китайские специалисты, предложили сделать операцию и проходить у них реабилитацию. Тут в счёте у нас написано, что массаж, ванны, иглотерапия идёт в голову, речевой массаж. Нам необходимо 850 тысяч. Есть положительные отзывы, что хорошо помогают. Очень тяжело, когда ребёнок болеет, не может сказать об этом, что у него болит. Услышать от него мама. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Далее. Бурятское отделение пенсионного фонда выиграло всероссийский конкурс «Проектный Олимп». Жюри конкурса признала лучшим проект дистанционного обслуживания клиентов. Эта технология позволяет упростить общение клиентов с фондом. В чём именно упрощение и за счёт чего, выяснил наш корреспондент. Протестировали новую систему обслуживания клиентов депутат Госдумы Николай Будуев и главный федеральный инспектор Сергей Ромахин. Но сначала им показали уже внедрённые системы. Это, например, зона самообслуживания. Здесь клиент может самостоятельно получить 16 услуг. В частности, справку о размере пенсии, выписку из лицевого счёта, выбрать способ доставки пенсии через почту или банк. Зона самообслуживания – это предоставление услуг без ожидания в очереди клиента. Она очень удобна. Хотя клиент не стоит в очереди, он всё-таки приходит в пенсионный фонд. Новая система позволит обойтись без посещения фонда. Этот усовершенствованный инфомат планируется устанавливать в местах массового посещения людей. Например, в местных администрациях. Его особенность – клиента сопровождает помощник. Помощники – это специалисты Центра удалённого обслуживания пенсионного фонда. Они видят все действия клиента в инфомате и направляют его. А если нужно, берут управление на себя. По любым опросам можно вызвать специалиста, можно сделать видеозвонок специалисту. Это отличие вот этого аппарата, а всех остальных? В том числе от тех. Да, от тех. Эту систему разработали в проектном офисе отделения. Офису всего несколько лет, но здесь работают сертифицированные специалисты, проектные менеджеры. Благодаря современным технологиям проектного управления сложные задачи эффективно решаются. Свою оценку увиденному дал депутат Государственной Думы Николай Будуев. Мне очень понравилась здесь судьба удалённого доступа, когда можно получить любую консультацию по телефону или по интернету, не тратя время и усилия на то, чтобы сюда приехать и так далее. Это по-настоящему хорошо поставленная работа, потому что у меня много пенсионеров бывает на приёмах. И я вот нареканий по пенсионному фонду особо не слышал, потому что люди понимают, что здесь, ну, по крайней мере, сделано всё, что возможно, для того, чтобы людям было удобно, чтобы получили справки, информацию или назначение о пенсии быстро, честно и в соответствии с законом. Герман Галсанов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Домой с медалью спортсменка из Бурятии Кристина Ткачёва одержала победу на первенстве мира по боксу. Соревнования проходили в Индии. О том, как встречали чемпионку на родине, в нашем следующем сюжете. Чемпионка Европы и мира. Теперь уже дважды. К такой тёплой встрече почти утрапа самолёта самая улыбчивая спортсменка на ринге, так называют её коллеги, была не готова. Зато отлично подготовилась к прошедшим соревнованиям. Месяцы упорных тренировок и результат – долгожданное золото. «Ощущения нереальны, когда стоишь на перестале, играет мой гимн. Спасибо большое за встречу. Всё так приятно, так мило и неожиданно». Тренер не скрывает, готовились не только физически. Кристина в отличной спортивной форме. И дело даже не в перелётах и климате, хотя сейчас разница в температуре с Индией почти в 50 градусов. Сложно, скорее всего, было морально. Кристина сама молодец, три боя провела. Первый бой попала под Украинку, который мы выигрывали на чемпионате Европы и проиграли на междуном турнире в Турции. Поэтому в психологическом плане было очень трудно, но Кристина совладала с нервами, очень хорошо выиграла 5-0. Второй бой выиграли у турчанки. И в финале вот казашка очень лёгкая, просто физически её мы задавили. Я смотрела все бои её. Я очень переживала за неё, даже сильнее, чем она. И я прям плакала, когда она выиграла. В первенстве мира приняли участие более 160 спортсменок. У Нью-Йоркской сборной России, которая возглавляет Кристина, два золота и три серебряные награды. И как итог, второе командное место. Мария Красива, Владимир Шарапов, телекомпания «Аригус». Далее о других достижениях наших земляков. Коротко. Очередная победа Александра Богомоева. Спортсмен из Бурятии завоевал золото на международном турнире по вольной борьбе в Казахстане. Там же взял бронзовую медаль другой бурятский борец Булат Батоев. Победу на Всероссийском конкурсе артистов балета одержала студентка из Бурятии. Учащаяся третьего курса хореографического колледжа Анна Кузнецова стала лучшей в номинации «Характерный танец». Конкурс прошел в Москве. Председатель жюри Юрий Григорович. Чета из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Будажап и Сосыгма Домбаева одержали победу в номинации «Хранители традиций». В браке 33 года, 3 дочери и 5 внуков. В конкурсе приняло участие 85 семей из разных регионов России. Что ж, поздравляем земляков и верим в вас, дорогие телезрители. Оставайтесь с нами. Впереди рубрика «Сфера интересов». А я напомню, что все новости можно найти на нашем сайте и на страницах телекомпании в социальных сетях. До свидания. БРТ. В Новый год в новой квартире. На улице Краснофлотской уже сдан новый пятиэтажный дом. А значит, реализовать планы по улучшению жилищных условий можно, не дожидаясь наступления следующего года. Это отличный вариант для комфортной жизни. При строительстве дома были использованы современные технологии, отвечающие всем требованиям. Дом кирпичный, обшит облицовочным кирпичом. И главное, дом уже сдан. Отопление и электричество уже подключены. На этом преимущества только начинаются. Главное из них – удобное место расположения, которое привлекает полноценной инфраструктурой. В шаговой доступности поликлиника, детский сад и школа, крупные супермаркеты и развлекательный центр, автобусная остановка. Важный факт – территория дома ограждена. Посмотреть квартиры и оценить их продуманную планировку можно в любое удобное для вас время. Застройщик аккредитован во всех ведущих банках. Ипотеку и саму сделку можно оформить, не выходя из офиса. Все условия для того, чтобы приобретение квартиры в этом доме стало приятным и важным событием в жизни. Куда двигается российская региональная экономика, какой будет поворотная точка и какие события можно назвать «черным лебедем» в этой сфере? Промсвязь Банк организовал для своих клиентов встречу с одним из самых известных финансовых экспертов России. Это возможность обсудить текущую ситуацию в экономике региона, в экономике страны, увидеть пути развития наших клиентов и пытаться соответствовать их пожеланиям. Такая информация, которую мы сегодня здесь получили на этом семинаре, она достаточно интересна и применима в практике. Колумнист ведущих финансовых изданий и весомые фигуры в аналитике Николай Кощеев поделился своим мнением, где искать новые возможности для развития и как правильно планировать бизнес в сегодняшних условиях. Мыслить несколько более масштабно, для того, чтобы лучше понимать ту среду, в которой они работают, не ограничиваться своими текущими планами, а рассматривать какие-то варианты, новые для себя пути. Эксперты называют сегодняшнюю ситуацию в экономике перекрёстком многих дорог. А это не только неизвестность, но и новые шансы. Главное – правильно их использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова